Ассоциация судей Молдова отреагировала на заявление генерального прокурора Александра Саиногла по делу «Металфероз», где упоминались действия магистратов. «Учитывая, что это касается незавершённого уголовного дела, ассоциация считает целесообразным воздержаться от любых комментариев, которые могут быть классифицированы как косвенное влияние на процесс уголовного правосудия. И таким образом мы призываем все заинтересованные стороны проявить осторожность, справедливость и баланс в выступлениях», – говорится в коммунике Ассоциации судей Молдовы. Судьи заявляют, что они выступают за соблюдение основополагающих принципов уголовного процесса, законности и официальности, одной из предпосылок которых является независимость судей и прокуроров. Реакция магистратов последовала после того, как 20 августа на пресс-конференции генеральный прокурор Александр Саиногла обнародовал подробности из дела «Металфероз». Он заявил о радикальных изменениях в судебной системе. Это после того, как он сказал, что некоторые судьи не придерживаются принципа независимости и продолжают служить интересам корпорации Плохотнюка. В частности, Саиногла упомянул задержку с рассмотрением действий прокуратуры по этому делу, а также приказ об освобождении обвиняемых. «Меньше всего я хочу конфронтации с судебной системой. Я ни в коем случае не хочу сказать, что рекомендую судье быть независимым. Но в создавшейся ситуации оставлю за право вмешаться с инициативой кардинальных изменений судебной системы. Я не хочу, чтобы это воспринималось как шантаж», – отметил Саиногла. С другой стороны, генпрокурор заявил, что за делом, связанным с «Металфероз», стоял бывший лидер демократов Влад Плохотнюк. Согласно расследованию, проведённому прокуратурой, в отсутствие экономических оснований в период с 2012 по 2019 год Плохотнюк якобы организовал через компании-нерезиденты, фактическим бенефициаром которых был он сам – экспорт чёрных и цветных металлов специализированным коллектором в Турции, Австрии, Нидерландах и Германии. Позже в «Металфероз» отреагировали на это, выразив озабоченность по поводу заявлений генпрокурора, которые назвали клеветническими обвинениями. Более того, в компании утверждают, что глава прокуратуры был намеренно введён в заблуждение определёнными лицами, явно заинтересованными в клевете и уничтожении компании. Тем временем адвокат Влада Плохотняка Лучан Рогак утверждает, что заявление генпрокурора о том, что его клиент стоит за схемой «Металфероз», которая нанесла ущерб государству в размере 1,2 млрд леев – это лишь медиашоу. «Обвинения, которые он предъявляет моему клиенту, безосновательные, не имеют доказательной базы. На сегодняшний день ни я, ни мой клиент не были приглашены для представления каких-либо качественных материалов по этому делу. По сей день мой подзащитный не проходит по данному делу ни в качестве подозреваемого, ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого», – сказал адвокат Плохотнюка.